Долтрон Игл Долтрон получается в том, что он сочетает в себе параметры мощного полноприводного самоката. У него два ведущих колеса, каждая мощностью по 800 Вт. И достаточно приемлемую и хорошую цену. Игл для меня это самокат, который взлетает, который отрывается от земли и парит, как вы увидите далее. К слову, вес самоката составляет 30 кг. Также хочу остановить внимание на переключателе. Эко-режим. Теперь на Долтроне имеется эко-режим, который можно включать не через круг, а через кнопку. Также имеется переключатель полного привода и заднего привода. Эта кнопка прорезинена, что увеличивает ее гидроизоляцию. Но минусом является то, что нет никакой индикации. То есть вы иногда не можете понять, полный привод у вас или нет. Хочу немножко огорчить людей, которые, увидев Долтрон, хотят 90 и 100 в час. Это не Тандер. И уж тем более не Икс. Это не флагманская модель, суть которой разгоняться быстро. Суть этой модели быть удобной и полезной в городской среде. Именно поэтому разгоняется он уверенно, но не так стремительно, наверное, как огромные мощные электросамокаты. В общем, управляемость для города просто превосходна. Это позволяет избегать каких-то опасных ситуаций, если на вас вдруг выскочил велосипедист или какой-нибудь человек. Благодаря наличию полного привода, самокат прекрасно чувствует себя на бездорожье и на даже достаточно крутых склонов около 25 градусов. Я не вешу много, я вешу около 75 килограмм. Но я уверен, что достаточно большого дядю, бессом под 90, он без малейшего колебания затянет в крутой уклон. Слетая с горки, я чувствую уверенность, потому что самокат находится под моим контролем. Этому способствует отличная тормозная система. Работает превосходно в комбинации с установленным рекуперативным тормозом. Это позволяет достаточно уверенно тормаживаться на, опять-таки, крутых склонах и не терять контроль. Эластомерная система позволяет чувствовать себя очень хорошо на ухабистых и неровных дорогах. Но, если вы весите больше 100 килограмм, я бы советовал вам менять эластомеры на более плотные, для того, чтобы самокат не проседал под вашим весом. Эластомерная подвеска, собственно, ставшая уже одной из визитных карточек фирмы Minimotors. Она мягкая, но не настолько мягкая, чтобы вы подцепили встречный бордюр. Eagle – это почти что идеальный самокат для передвижения в городе. Он занимает ту самую среднюю нишу городских электросамокатов с хорошим запасом хода и приличной скоростью. Eagle существует в двух вариациях – Eagle и Eagle Pro. Различаются они батареями. В обычной версии самокат установлена батарея 18 Ач, в версии Pro – 22.4. На этом различия между Pro и обычной версией заканчиваются. Да, он не бьет рекорды по скорости. Он не достанет планку в 90 или 100 км в час. Но на нем вы можете спокойно жать 50-60 км в час, то бишь ехать с визирком, и понимать, что у вас еще в запасе есть примерно столько же километров хода. С чем ты можешь сравнить этот самокат? Первое. Сравнивать его напрямую с Тандером нельзя. Они состоят немножко в разных весовых категориях. Тандер – это огромный, тяжелый, ревущий зверь. Напрямую, как мне кажется, этот самокат идеально можно сравнить с тем, кто находится с ним в той же нише. Это Speedway 5 или же Zero 10X с батареей 21600. Эти самокаты идеально подходят для передвижения в город. У них имеется даже какой-то запас, который позволяет вам добраться немножко дальше, чем вы хотите. Благодаря наличию хорошей системы подвески, он достаточно неплохо проходит по неровностям, ухадам и тем же корням, как вы можете заметить по видео. Также уверенности придает и тормозная система. Самокат вполне себе неплохо чувствует себя на оффроуде. И это со сликом установленным завода, который предназначен для строгой езды по городу без выезда на оффроуд. Уверенности придает и заводские грибсы, которые весьма неплохо удерживают ваши руки на месте. Руки не соскальзивают и держатся плотно. Рулевая стойка Т-образной формы, которая тоже стала визитной карточкой фирмы Dualtron. На ней имеются те самые защелки, которые позволяют ее складывать. Спокойно выдерживает сильные колебания. И даже хомут, на который все грешат, продолжает стойко держаться. Да, через какое-то время при агрессивной езде по оффроуду хомут определенно может сломаться. Но ничто не вечно. Собственно, кому я могу посоветовать этот самокат? Тому, кому нужно удобное, комфортное и, самое главное, результативное средство передвижения. При этом за, грубо говоря, хорошую цену. Ввиду того, что если вы не доплатите, вы рискуете получить самокат, который не будет вывозить ваши желания. А если вы переплатите, у вас будет стоять огромный мастодон, в котором просто не будет смысла и куча денег будет выкинута на ветер. Фирма Minimotors наконец-то пошла навстречу своим клиентам и сделала агрегат, который ориентирован на их запросы. Я считаю, что эта модель станет одной из самых популярных ввиду своей клиентоориентированности. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Павел. До новых встреч.